С древних времен человек строил себе жилище. Пройдя путь от пещеры до дворца, люди старались создать безопасное пространство. Русская пословица гласит «Дома и стены помогают». Издавна вкладывали глубочайший смысл в постройку дома. Человек строил дом крепким и прочным, чтобы оберегать свой род. Русская пословица говорит «Каков строитель, такова и обитель». Тщательно и со смыслом выбиралось место под постройку избы. Люди никогда не строили свои дома, где попало. Например, строительство не начинали там, где раньше проходила дорога или стояла баня, ведь банный дух был существом недобрым. Столь же тщательно выбиралось и время постройки дома. Строительство избы никогда не затевали под вечер, ведь русская народная поговорка гласит «Утро вечером утренее». Когда дом был построен, в него сначала запускали кошку. И даже сейчас, приобретая новое жилье, человек перед въездом пускает вперед кошку. Крышу, как небесный свод, венчает конь-охлупень. Это лицетворение силы, добра и красоты. Символизировал солнце, движущееся по небу. Конь-охлупень с широким размахом крыльев крыши, словно парит над землей, как птица, которая заботливо накрыла большими крыльями дом-гнездо, где обитают люди. Кажется, что конь-птица охраняет домашний очаг. Фасад – это лицевая сторона дома, выходящая на улицу. Фасад – лицо избы. Верхняя часть фасада – фронтон. С боков его обрамляют причелины. В образном строе фронтона дома наши предки сумели запечатлеть свои наблюдения за движением солнца по небосводу. Окна – это глаза русской избы. Главные окна располагались на главном фасаде, а волоковые – по бокам избы. Светелочное окно – наиболее нарядное из всех. Переднее окно предназначалось для освещения красного угла в избе. Среднее освещало ее центр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова